всем привет идем пешком в избушку выпал ночью сегодня снег и сейчас уже идет дождь пока шли немного подмокли все не хотим сходить поохотиться просто прогуляться сейчас дойдем до избы затопим печь там термос термос будем заправлять заправим термос и пойдем погуляем знаю погода очень плохая уже я уже уже сырой пожалуйста не знаю что из этого выйдет посмотрим чуть попозже либо подойдет либо подъедет ромик если подъедет он на своем мотоцикле на минске разбухло тент держит здесь сухо здесь все нормально но маленький он прогнулся здесь все еще нас ругают за эту панель панель я повторюсь мы закрепим уже на следующий год а на зиму вот морозы начнутся медведи спать лягут и тогда мы ее уберем пока уберем и весной установим уже на свое место на нормальное место на постоянное место заряд 0 3 ампера выдает она 24 вольта заряд аккумулятора 12 6 это получается аккумулятор отдал на нагрузку 0 7 ампера заряд аккумулятор от солнечной панели 0 ампер но это уже понятно солнца сейчас нет да еще плюс ее снегом сейчас завалило короче эффективность в зимнее время солнечных панелей очень низко 2 градуса аккумуляторной батареи ошибок нет вот такие данные 12 5 вольт сейчас состояние аккумулятора на будущий год мы заменим вот этот аккумулятор поставим более мощнее этого аккумулятора не хватает особенно в это время когда уже солнца нет то есть вот эта магнитола успевает его разрядить уже пару раз контроллер отключал аккумулятор точнее нагрузку отключал чтобы аккумулятор полностью не сел на будущий год обязательно надо поставить помощнее чтобы у нас музыка была и возможно электропастух по погоде около нуля вот видно вода замерзала с крушен овощей помощь полностью замерзла ведро вот такой лед погода конечно у нас еще нестабильная у некоторых уже снег лег уже начались морозы стали реки у нас чего-то только-только пыжится зима растопили печь в избушке топим бум сегодня ночевать здесь ночью выходить не будем пойдем завтра обратно оставляем ромику записку мы сейчас вот попьем кофе и пойдем ромик попозже подойдет записку оставили печку одну топку затопили все пойдем там не закрываем а 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 Вот СРП, 61 квартал, 21 год, ну короче вот, вы поняли. Липа, чепыш, вот куда такие, на лежневку только им возить зимой, береза, слушай, это вообще же сухара, сушняк, смоляк, вон видишь, это наверное упавшие. Видишь, большие, это вот на столы еще что-то, они в одно место следили, в Китай все уедет, да? Смотри, береза, липа отдельно, да? На доске богатство. Вот это прямая, когда мы здесь ходили летом. Вот она, летом здесь вообще стоял лес, вот просека, идешь, с этой стороны, с этой стороны лес, а сейчас вот такая картина. Лежневку уже подготовили. Вот все вот эти столбики, которые мы встретили по пути, везде там будет врубаться лес. Не бойтесь, мы просто охотники. Мы тоже здесь копали, но не в этом месте. Мы на тракторе, уазики. Да? Ну, за речкой. Мы на тракторе, уазики. Сормали что-нибудь? Нет, только вышли. Да ничего. Глубоко. Ну, здесь хреново, вы на чем? Мы пешком. А, вообще пешком? Да. С той стороны. А? Да. Ебать. Это километров 8-10, наверное. Больше. Больше даже, да. Туда. Мы-то уж так уж нет. А мы вот с той стороны копали, заезжали. Ну, я тоже был с той стороны, но сейчас там не проехать. Почему? Угу. Слишком глиняно всё. Размол. Там газовая дорога идёт. Угу. Вот, Ир. Маленькая? Да, маленькая. Тут уже и нет ничего. Мы тогда в прошлый раз там справа рельсу выкопали. Ваша поди-ка была? У нас всё-таки интеллектом. Да. Сейчас всё зверя вам распугаем. А, уже распугали? Да. Мы бензорезом тут почти. Да, мы вас слышали ещё. Там железо варят дальше. А, ну. Вот слышали ещё. Оттуда ходили там. Ага. Ух. 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 Сейчас вот перекусим. Чай попьём, отдохнём. Пойдём обратно к избушке. Куточка сырая. Руки сырые. Костёр уже не будем делать. так то бы конечно обсохнуть и идти обратно но скорость темнеет хотим прийти до темноты в избушку все возвращаемся с бушки будем сохнуть 7 градусов обещали 6 но это все растает и туман будет стопудово времени без 15 4 прошли половину пути пройденного в ту сторону вот буквально часик чтобы дойти до избы и там уже сумерки начнутся мы выйдем и же чувствуется что темнеет темнеть начинает красота по избушка на здорово что пойдем в избу все 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 мокрые все все я думаю 100 секунд поеда Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Плёнку я снимаю полностью всю. Надо было, конечно, сперва это всё сделать, но когда нарезал, потом я только вспомнил, что нужно было плёнку снять. Вот оно, снимаются все. Нарезал я мясо, печёнку, нарезал тонкими кольцами, полукольцами, лук. Сейчас пойдём на улицу, будем жарить в казане. Очаг там уже горит. Хотелось бы вам показать приобретение второе. Вот это мой налобный фонарик. Я его как-то показывал в одном из роликов. И Валерик решил себе приобрести фонарь. Такой же налобный. Тоже марки «Феникс». Вот показываю рядом. Мой налобный фонарь. HL60R и у Валерика HM61R. Его фонарик получше моего. Вот сразу же. По характеристикам, мощность у него 1200 люмен. Мой – 950 люмен. Мой горит на максимальном режиме, получается, 48 минут. А вот этот на 1200 люмен до двух часов. Фонарик этот налобный, такой же, как и мой. И маленько у него функционал побольше. Ну, фонарь, как и все налобные, крепится на лоб. Это одна его функция. Да, так же можно его снять. Сейчас выключим. Вот он снимается, получается. Можно его, получается, задеть на карман его. Ходить там, включить напрямую. Режима у него два. Ещё есть красный. Да, как и на всех фениксах, у него есть режим. На моём тоже есть красный цвет. Вот он, красный. Также на нём имеется магнит, который можно прицепить к любому металлическому изделию. И у него магнитная зарядка. Вот на самом деле, мне кажется, это очень большое преимущество. Фонарик влагозащищённый. У него там IP, по-моему, 67 идёт, если я не ошибаюсь. И самое классное, это его магнитная зарядка. То есть, вот смотрите, раз, всё. Он примагнитилась как надо. На моём же зарядка идёт через USB-провод. То есть, нужно вот это убирать. Вот. Подцеплять USB. А здесь намного проще. Также есть запасная резинка в комплекте. Да, резинка. Резинка идёт в моём комплекте. Тоже она там внутри лежит. Батарейка на 3,500 мАч. Да. Батарейка здесь хорошая, достойная. Такая. Пассивная. Резьба здесь очень классная, на самом деле. Очень хорошее качество у феникса. Потому что, ну, очень хорошее качество. Поэтому мы заказали такой фонарь. Нет, тапка ещё крутится. Да. Также её можно отцепить. И завернуть. И перевернуть. Да, как удобно подцеплять. Да. Понятно. Давайте пойдём проверим, как он светит. Четвёртый. И вот это самый, наверное, мощный режим, да? Да, последний. Да. Да, вот он, последний. Вот так светит мой фонарик. Давай, включай свой. И вот так светит 1200 люмен. А кому понравился данный фонарик, можете перейти по ссылкам в описании. Там вы найдёте данный фонарик. Не, реально, нормальные фонарики, да? Как было, сейчас. Ладно, домой идти. Не, а у Тома выходил, да? И просто весь огород освещал. Не, нормальные фонарики. Вода пошла. Ладно, всё. Очаг разожгли. Пускай разгорается. Горит. Всё, пойдёмте готовить. Лук у нас затёкся. Вот, золотая корочка почти получилась. Немного обжарили лук. И добавляем нашу печёнку магазинную. Также помешиваем сразу же. След за печёнкой добавляем перец. Тоже по вкусу. И солим. И всё, перемешиваем прямо постоянно. Ауф, запах. Вот такой вот у нас ужин на ночь глядя. Делаем сейчас средний огонь. И накрываем крышкой. Пускай буквально 5 минут потомится. Потом обжариваем и всё. Даже запылился пульсом. Я говорю, прошлой зимой мы его тут запускали. Так, спас. Точно нам спас не нужен. Вот это можно. Ну, значит, я не удел. Разве что я забаню его. Как дома, да? Ну, в общем, по-думашнему. Время, кстати, супер. 22 часа уже. Получается. Так, по московскому времени. Да, у нас это на час вперёд. Чисто по-домашнему вообще супер. Тепло в избе, кстати, 28 градусов. Сейчас самая оптимальная температура, при которой можно спать. А при 25 я сейчас спишь как убитый. Самое то. Телевизор. Тепло, повторяюсь. Супер матрасы. Сейчас ещё расправим. Вот так вот, друзья. Телевизор. Субтитры сделал DimaTorzok 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 На завтрак у нас картошка запеченная И печенка вчерашняя Лучок, хлебушек, чай Ох, запах пошел Нарезаю я бобринную струю Или бобровую струю Как правильно Решил это сделать на улице Потому что в УЗБЕ уже Только-только я отрезал кусочек Пошел запашок Кто знает, тот знает Сейчас нарежу и буду делать настойку Ох, пахнет-то как ароматно Одно яйцо бобровое Одно яйцо бобровое На 0,5 водки настаивается Надо мелко измельчить Чтобы в горушку пролазило Ох, пахнет-то ё-моё Вот она бобровая струя Одно яйцо на 0,5 водки Кто не знает Это идет настойка Специально как витамины То есть их может пить каждый Месяц настаиваться И потом чайная ложка Там с утра натощак Там перед едой И все Ну кто знает, тот знает Вот сейчас все убираю В ящике Пускай стоит Зимой будем пить Будем Как это говорится Укреплять иммунитет Доброе утро С дровами мы разобрались Последние оставшиеся дрова сложили Вышла одна поленница Дрова сырые Вот Чайник закипел Дрова сырые Будем их топить Жечь Так скажем в миксе с сухими Короче все уйдет Я думаю еще к морозам подсохнет Вот Первым делом будем сжигать вот эти обрезки Собственно вот Будем пить чай сейчас Прибираться В тамбуре я уже подмел Будем потом в избе И будем выдвигаться Убрались Чистоту навели Все пойдем выдвигаться Идите а я поеду Да в ванну давай Давай Не прогрелся Будем на этом прощаться Обязательно друзья Подписывайтесь Кто это еще не сделал И если вам понравился этот ролик Можете делиться им В любых соц сетях Будем прощаться ненадолго Скоро увидимся Всем пока Надеюсь вам понравилось Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok